Всем привет! Вы на канале PandaPlay, меня зовут Дмитрий и мы с тобой продолжаем играть в Trader Life Simulator. 22 серия у нас сейчас. Едем в магазин, значит, сегодня у нас по планам купить телевизор, обустроить в доме что-нибудь. И в целом, наверное, всё, потому что мы будем стараться делать серии покороче, так как они очень-очень длинные и в последнее время стали выходить ужасно. И по два видео я не успеваю записывать абсолютно в день, получается. И выкладывается, поэтому минимальное количество. Минимальное количество видео, а хотелось бы по два. Идем в магазинчик, открываем. Уже первый клиент у нас подоспел. И давай-ка мы с тобой посмотрим. Ну смотри, у нас теперь есть кабинетик, немножечко с кривыми стенами, но в этом нет особой беды. Ты видел, нет? Ну и дела, ну и дела. Всё, ну вот и здорово. Вот и поговорили. Вот и как теперь выйти? Ну теперь у нас дверь открывается в другую сторону. Классно. Ну будем теперь с открытой дверью жить. Что ж теперь поделаешь? Приколюха такая. Кукурузные хлопья. Давай расставлять товары. Все, которые мы не расставили в предыдущей серии, а мы не расставили все товары практически, кроме консервов. Консервы мы, конечно, расставили. Аж мопед даже сюда загнали. Сказали, что я охренеть как приловчился. Да я вообще приловчился. Он достаточно просто в управлении. Просто он как это, как будто на льду выедешь. Но не думаю, что к этому сложно привыкнуть. Достаточно приятное всё равно управление, если не увлекаться. Если не думать, что оно будет ехать как автомобиль. Шоколад. Шоколад будем расставлять. Сейчас шо-ко-лад. Я не знаю, как я умудрился растянуть всё-таки на 22 серии всю эту историю. Я мог спокойно, мне кажется, записать всё дело в 10. Но, видать, моя конституция не позволяет мне так делать. Поэтому ты смотришь сейчас 22 серию. И думаю, что многие даже этому рады. Если ты рад, обязательно напиши это в комментарии. Потому что почему бы и нет. Я должен знать, что ты рад этому. Если ты даже уже писала, писал, обязательно напиши ещё раз. Чтобы я ещё точнее знал, нравится тебе смотреть на эту ерунду или нет. Как я выкладываю товары и как я разговариваю с тобой. Смотри. Сейчас фон должен перестать плавать. Хотя я об этом особо не уверен. Возможно, перестанет плавать. Возможно, не перестанет. Ладно, давай мы не будем на этом заморачиваться. Потому что если я буду на это обращать внимание, вы будете обращать на это внимание тоже. И будет... Ой, всё, понеслась вообще. Всё, я сейчас копаться начну. Копаться, копаться начну. Сейчас закопаю сам себя. Кладём шоколад. Шоколад ни в чём не виноват. Пацан к успеху шёл. Не повезло, не фартануло. Ну, берись ты, берись. Тит... Что написано на пачке? Тит ф... Тит фортад. А, тит фортад. Это же популярная марка шоколада за границей. Тит фортад. Если ты не ел тит фортад, ты вообще за границей не был. Да. Я прям представляю, как ты сейчас полез в интернет и смотреть шоколадки Тит фортад. Кстати, напиши в комментариях, если ты такие найдёшь. Что такое? Почему... Не пойму. А почему вот сюда не кладётся? В чём проблема? Дружище. Почему нельзя? Почему ты не ставишь? Что, колонна не позволяет ставить так близко кукурузный хлопик себе? Я не понимаю, в чём проблема поставить их ближе к колонне. Ну, видимо, да. Видимо, игра думает, что мы хотим засунуть её в её колонну кукурузный хлопик. Хочу заметить её же кукурузный хлопик. Я для себя твёрдо решил уже, по-моему, третий или четвёртый раз, что серии будут выходить по 40 минут. Я просто себе слово дал, что я не буду записывать такие огромные видосы. Во-первых, потому что их обрабатывать очень долго, я уже тебе объяснял. А во-вторых, потому что на эту... Чуть-чуть, я очень долго заморачиваюсь этими кукурузными хлопьями. Мне кажется, уже можно было бы разложить. А во-вторых, я хочу сказать, реально долго, много времени уходит на запись. Ты тупо записываешь по полтора часа сидишь видос один. Из-за этого получается, что вот не получается у меня записывать больше видосов. Столько времени элементарно нет и получается один видос в день. Хотел сегодня стрим, знаешь, не сегодня, точнее, а уже вчера. Запустить стрим, проходить вот эту вот игрушку. И что-то потом как-то не задалось, не сошло. И я бросил эту затею. Я перестал об этом думать. И думаю, блин, давай лучше я буду записывать прохождение на видео. Вот по рафту, может быть, будет стрим. А может и не будет. Я опять же тебе наговорю сейчас, ты будешь ждать. Нет, я не буду этого говорить. Вот если будет, то будет. Если не будет, значит не будет. Вот и все. Как бы все просто, ясно и без лишних сил движений. Ой, чипсики ушли. Чипсики ушли. А вот чипсики у нас еще лежат. Рис у нас будет лежать внизу. А риса нет. Риса больше нет. Ой. Написали, что арбузы лучше класть на стол. Ну так стол-то мне поставить куда-то нужно. А если я стол вот сюда поставлю, ну это некрасиво. Тут окошко все-таки. Хотя, знаешь, что мучиться? А где стол? А, стол-то у меня стоит уже с этим. Как их называют? Ой. Вместе с ноутбуком в кабинете. Нормально все у меня там, да? Нормально. Красивый. Ой. Па-па-па-па-пам. Холодильник с тортиками мы поставим. Не знаю, куда поставить холодильник с тортиками, потому что он большой. Он очень длинный. Он здесь выпирает за стену. Понимаешь? Игра не подразумевала, что я буду, наверное, вымерять все это дело вот так вот, вот таким вот образом жестоким. Но мы-то предполагали, что я буду этим заниматься. И поэтому нужно же было как-то это самое подумать изначально, куда я его поставлю. Но, да ладно. Отойдем подальше. Посмотрим получше. И запихнем, наверное, тортики. Чуть-то, по-моему, хрень какую-то сейчас творю, нет? А мне кажется, что да. Да или нет, не знаю. Тем более еще и криво поставил. Да? Хотя нет, смотри, даже очень даже ровно. Просто ни к чему. С учетом того, что закладывается это все с той стороны, вообще ни к чему. Надо было развернуть. Хотя я тогда с этой стороны закладывал. А, нет, я бы смог закладывать. Но, блин, вот... Написала одна девушка в комментариях, что, мол, ты бы тогда взял, да и вот этими вот стенами, вот эти вот промежутки... Не промежутки, а впадины в стенах заделал. Это, кстати, хорошая идея. Но, в общем-то, я как-то на это не хочу идти, потому что... Зная себя, я потрачу на это миллион лет, а потом в итоге это не перейдет к ожидаемому результату, и получится... Получится просто разочарование. Как бы я не хочу... Не хочу разочаровываться. По крайней мере, сейчас. Сейчас не хочу. Подождем там обновление. Может быть, что завезут там интересного. Может быть, там будет более удобная какая-то раскладка. Может быть, там будет более удобная... Более удобная какая-то механика раскладывания как товара, так и... Криво? Криво. Или нет? Или не криво? Погоди. Ну-ка. Да, блин, да вроде нет. Да вроде не прям уж очень-то. Даже если криво, то мы на это обращать внимание просто не будем. Да и все. Сказали, тортиков покупай. Да тортиков купим обязательно. Просто, чтобы тортики купить, нужно денюжку иметь. Ну-ка. Полторы тысячи долларов почти забрали. Соусы. Давай соусы разложим. Соусы не требовательны к себе. И вообще, в принципе, не являются каким-то там большим предметом, чтобы его расставлять по каким-то правилам... Ну, не настолько уж. Каким-то правилам, установленным нами в голове. Мною, по крайней мере, точно у себя в голове. Поэтому мы не будем, опять же, загонять в рамки эти соусы. И поставим просто как получится. Правильно? Как получится нужно ставить, потому что мы можем. Я благодарен вам за все комментарии, которые вы пишете. Вы очень хорошие у меня подписчики. Вы самые любимые просто подписчики. Я вас всех очень люблю. Ставьте лайки и подписывайтесь, если вы не подписаны. И досмотрели до этого момента. Очень интересно. Если ты досмотрел до этого момента и не подписался, ты очень странный человек. Потому что если ты смотришь меня, тем более, уже смотришь аж почти 10 минут и не подписался, ну, это странно. Это странно. Я думаю, что это очень странно. Обычно, если ты человек смотришь какого-то, то... Ну, и он тебе нравится. Точнее, если ты его смотришь и досматриваешь хотя бы до третьей минуты, то он тебе нравится. Ну-ка. Что, не получится? Получится. А, я здесь, наверное, на рис наступаю, да? Ну, скорее всего, на что-то я наступаю и... Ну, вот. Значит, он тебе нравится. Значит, он хорошо что-то снимает. И, значит, почему бы на него не подписаться? А если ты смотришь уже не первое видео с моим участием и до сих пор не подписан, то это вообще очень странно. Это уже клиника. Так как просто-напросто даже... Для поддержания канала... Для поддержки, точнее. Для поддержки моего... Ой. Для поддержки моего канала можно было бы уже и соизволить нажать на кнопочку. Кнопочка, казалось бы, да? Она вообще не такая уж и тяжело нажимаемая. Пять секундочек. Я немножко приболел просто, поэтому... Я заложил нос. Я капнул в нос, чтобы не гундосить, потому что ты на многих видео наверняка уже замечал-замечала, что... Я говорю в себя. И нет, у меня не такой голос. У меня немножечко более адекватный голос. Может быть, даже немного приятнее, чем ты его сейчас слышишь. А просто я говорю в себя, из-за того, что... Так, нет, мы посередине будем ставить. Просто я говорю в себя, потому что у меня заложен нос. Сейчас у меня его должно отложить, и я начну говорить нормально. Возможно. А возможно и нет. Так, пойдем возьмем коробочку. Даже пусть из химии, но нам нужна коробка, чтобы стоять на вот этой вот... На какой-то высоте. Определенной. Угу. Угу. Ну, что ты? Молодец. Ну, с чипсами, конечно, я так не заморачивался до этого. На полу было гораздо проще их раскладывать. Ну, честное слово. С учетом того, что тут еще и не влезет, это очень грустно. Ну, почему-то не влезает по ширине пачка, а вот сюда она вообще не влезает, потому что здесь, опять же, говорю, невидимая стена из... из стены. Стена просто не хочет, чтобы я ставил близко к ней какой-либо свой товар, и... и все. Она противится этому. Она не хочет, чтобы... чтобы товар стал красиво, ровно, и... Оу. Нет отбеливателя. Нет отбеливателя, но это не беда, он у нас есть, потому что я просто не успел его расставить. Ну, что ты будешь делать? Ну, пожалуйста. Чё ты? Ты чё-то там наяриваешь-то, а? Я не знаю, почему, но у меня сейчас вибрирует очень сильно компьютер. Не то, что он вибрирует, он... Он... очень тихо это делает. Тихо ты. Блок системный. А он вибрирует не так уж сильно, как мог бы вибрировать. Просто он гудит своими кулерами и... Создает такую, не знаю... Звук, короче, такой издает, что кажется, как будто он сейчас там взлетит. Но он на самом деле не взлетает, и с ним всё хорошо. Просто он наводит панику. Наводит панику у меня. И неприятное такое ощущение от этого звука прям... Прям фу. Прям противно становится. Просто я не люблю, когда компьютер издаёт какие-то звуки, он должен стоять и тихо работать. Я специально туда засунул этих SSD-шников, чтобы он не гудел своим жёстким диском. У меня аж целых два твёрдых стоит, чтобы... Блин, чтобы было. Чтобы... Чего я хочу сделать? Шампунь найти второй? А нахрен он мне нужен, если я буду сейчас просто раскладывать? Вот эту вот ерундовину мы сейчас убираем. Убираем и ставим... А, кстати, да, вот сюда вот можем можем расставлять химию, я так понимаю, спокойно, и... И всё. Порошки стиральные, там все дела. Но... Нет, погоди. Давай возьмём вот эту вот ерундовину и поставим её вот сюда вот. Чтобы... Блядь, ну это извращенцы, конечно, делали игру. Я не устану наговаривать на этого разработчика. То, что... Но он... Но он не делает, конечно, такие игры делать, в которых можно что-то раскладывать, что-то расставлять и... Ой, как красиво, как ровно я поставил. Пойду поем быстренько, чтобы... Минус 44 доллара по банков... на банковском счёте это... Это когда такое счастье произойти успело? За что с меня списали больше, чем... Ну, больше, чем дали. Штраф какие-то, санкции, что ли, вводят? Если в меня... Блин, ещё и санкции будут вводить. Это очень красиво. Но мы знаем, что здесь никаких санкций нет, поэтому... Это просто наши придумки с тобой. Точнее, мои. Ну-ка. Ну, здесь будет попроще. Здесь можно выверить по второй полке, если это можно сделать, конечно. Можно же? Ровненько? Ровнёхонько, ровнё... Сука. Сейчас жизнь такая. Она, блин, ещё и не сразу полка начинается. Я охреневаю над разработчиком. Ну, ты молодец, конечно. Ну, ты большой молодец. Вот так? Вот так криво, блин. И что мне теперь делать с этим? Ладненько, давай ещё разок попробуем. Мне же не жалко. Я, блин, буду пытаться, пока не сделаю. Слушай, нет, давай лучше сделаем по колонне. Ну. Как я тогда выставил-то так ровно? Вот, наверное, вот так вот где-то. Да? 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 Нет? Да? Ну-ка, коробочку мне. Я хочу посмотреть сверху. Вот пляха-муха. Ну, смотри, вот неровно же стоит. Вот здесь зазор есть, а вот здесь зазора нет почти. Но это кто-то видит? Это вижу я. Вот он. Вот он, зазор, а здесь зазора нет. Ну и ладно. Нам недолго убрать эту полку с глаз долой. Пока её никто не увидел. Так, мы подходим поближе. Подходим поближе. Мне кажется, она даже сама по себе кривая. Какая-то с перспективой неправильная немножко. Угу. Ты представляешь, коробка мешается, ну? Это не дело. Мне кажется, всё против меня сейчас настроено. И не хочешь, чтобы я поставил ровно полку. Блин, это прямо издевательство. Разработчик, услышь меня. Я хочу, чтобы полки ставились ровно. Пойми меня, разработчик. Пойми мою нежную психику. Вровень? Вровень. Полку, ой, полку, коробку беру. Ну, наискосок стоит же ведь. Нет? Нет, смотри, прям отлично. Отлично стоит. Подгузники. Подгузники у нас сюда не влезут. Хотя бы, блядь, потому что они не для этой полки. Ну, давай попробуем их вот сюда вот напихать. Подгузники-то. Вот так вот. Напихаем, правильно? Правильно. А вот порошок как раз стиральный можно и вот на вот эти полки расставлять. Ну, потому что, потому что можно. Потому что они же ведь влезают подгузники. Ой, подгузники. Порошки эти. Разработчик сделал нам такую игру, в которой мы только страдаем. Пока положительных каких-то качеств я в ней не увидел. Нет, я, конечно, вижу в ней положительные качества хотя бы в том, что она работает, но в релизной версии грех, чтобы она не работала в принципе. Так что, это скорее не плюс, а как данность нужно принимать. Но баги, которые здесь есть, это прям стыд-позор. И я считаю, что в версии 1.8 1.8, блин. Представляешь, 1.8, это считай, сколько версий до этого было. Я хотел посмотреть перед записью, чтобы это обсудить, но я забыл. Я забыл, и поэтому мы сейчас будем просто теряться в догадках, но хотя бы, если следующий 1.9, то хотя бы 8, 7 точнее, до единицы, после единицы, точнее, обновлений было. Понимаешь? 8, 7 точнее, обновлений было. 1, 2, 3, 4, 5, 8. 8, 8, А, ой, прям смотри-ка, прям из рук вырвали. 8 обновлений, да? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. На пальцах посчитал, 8 штук. 8 обновлений, и за 8 обновлений, они не... Хоть там и были багфиксы, но летающих мужиков до сих пор они не пофиксили. Хотя, я даже думаю, это уже не багафич, потому что летающие мужики никому не вредят? Не вредят. А выглядят они очень даже эффектно. Ну-ка, давай денежку. 899. 4600 у нас денежек есть. Сейчас мы, когда расставим все эти коробочки, мы со всей смелостью, со всей гордостью отправимся с тобой. Знаешь, куда? Это очищающий спрей-спрей-спрей-спрей-спрей-спрей-спрей. У меня просто отправимся с тобой на на эту, как ее называют, на птичку и накупим там всякой всячины, чтобы пух, блин, телевизор купим, короче, поедем. Телевизор всем, всем поможет, всем пригодится. Телевизор это только плюс. Ну, если не смотришь, конечно, Россию 1, а так все остальное плюс. Нет, мы будем класть на нижней полочке, потому что нижней полочки, они как бы, это начало. начало нашего ночь. Это получается, я уже опять ночь, ой, один день отыграл. Как-то реально здесь быстрые дни стали проходить. То ли я старею, то ли, то ли что-то еще, то ли, кстати, да, ой, здесь есть QR-код, кто-нибудь пробовал по нему переходить. Вот я тебе дам его, на, попробуй перейди. Перешел, молодец. Скажешь мне, что там в комментариях, ну, напиши в комментариях, что там на самом деле было в этом QR-коде. Что я хотел сказать. Ты помнишь, когда мы последний раз болели в этой игре? Я не помню, это была, наверное, четвертая серия, если я не ошибаюсь. Четвертая серия, сейчас 22-я. Ты представляешь, то ли купили какие-то очень-очень-очень-очень-очень сильные антибиотики в той аптеке, то ли разработчик настолько пофиксил всю эту вот три-будистику, что главный герой наш теперь вообще априори болеть не будет. И болеть он будет только первые два дня, а потом он вообще забудет, что такое слово болезнь и вообще, что такое болезнь. И будет радоваться ходить в жизни. Просто в самом начале из нас высосало это аж целых сколько там, по 150 стоит пилюлька, да, да, и 300 долларов получается высосали просто с ничего. Зубная паста, спрей. Подожди, а где зубная паста? Вон зубная паста. Это ткань, мующее средство. Средство для чистки туалетов. Вот это вон туда. Очищающий спрей тоже, наверное, вон туда. А вот зубную пасту это к мойке рук. Потому что зубную пасту в рот суют. А руки моют руки. То есть это не посуду, не полы, это просто вот, просто вот. Моющие средства тоже еду моют. Как бы это что, моющие средства или нет? Средства для чистки туалетов это вон туда. Ну, поставь себе шампунь голову моют. Шампунь уже вот сюда вот ставим. Ставим вот сюда. Вот. Красиво, чтобы было все. Чтобы все ходили, завидовали моему магазину. А! Я думал, я просто только что посмотрел, думаю, у меня еды достаточно. И у него заурчало в животе внезапно. Я даже немного насторожился. Подумал, что это я совсем уж дурачок. Что не различил цифры. А оказалось, нет, это просто разработчик прикрутил один звук на несколько действий. поэтому погнали мы сбегаем в туалет и сразу в ванную, потому что ну, чтобы потом не терять время. Хотел сходить в туалет, потом в ванную, а сходил в ванную, а потом в туалет. Ну и ладно. Зато теперь мы можем бегать. Ничего себе. Как сын грустит о матери, как сын грустит о матери. Грусти о земле на одна. Чё-то внезапно эта песенка вспомнилась, не знаю зачем. Кстати, ни от кого я не получил предполагаемый и желаемый план магазина на свою почту вообще. И поэтому я буду делать так, как мне нравится. Уж критикуй, не критикуй, всё равно получишь то, что получишь. И будет именно так, как будет. Я иначе не сделаю. То есть у меня с фантазией вообще не особо сильно хорошо, поэтому смотри и наслаждайся моим безвкусием. Ну, оп, молодец. Хотя как бы я не могу назвать свой вкус безвкусием, просто не всегда у меня всё с этим хорошо. А ещё у меня не всегда очень всё хорошо со словарным запасом, как мне уже написали в комментариях много-много-много раз. Ну, не то, чтобы много-много-много раз, были просто такие комментарии, кстати, от одного и того же человека. Самое интересное. И хочу заметить, что он у меня вроде как бы, знаешь, не маленький, просто когда пытаешься говорить и играть одновременно, ты либо же концентрируешься на игре, либо же ты концентрируешься на своём словарном запасе и речи. И пока что я ещё не так много всего этого, ну, не так долго всем этим занимаюсь. Ой, накосячил. Не так давно этим всем занимаюсь, поэтому уж не обессудь послушать мои тавтологии и ЭБМе и тому подобное. Как бы потому, что вот это вот всё, оно часто будет фигурировать в моей речи, так как я ещё не приспособился. Не то, чтобы прям не приспособился, я как бы уже привык снимать видео, но не привык я снимать и говорить. Попробуй сам, это на самом деле не так просто, как кажется. Так что ты не думай, что я тут, не знаю, настолько уж тупорыл, и чтобы там слова, не знаю, под... Видишь, я концентрируюсь, я даже сказать слова не могу. Я пытался ровно, но в ровно у меня не получается, поэтому как получилось, так и получилось. Мои сейчас средства... Мои сейчас средства это какое? А, это вот такое. Ну, о, не-не-не-не-не-не-не-не, это вот сюда поставим. Так вот. Не так всё, как кажется, не так всё просто. Я очень стараюсь, прямо вот честно я тебе говорю, я очень стараюсь, я стараюсь даже что-то подсчитывать, чтобы в какой-то промежуток времени между там работой и записью видео и какими-то домашними делами я умудряюсь подсчитывать что-то, чтобы хоть немножечко развить у себя какое-то красноречие. Ввиду понимания того, что у меня оно как таковое-то прям отсутствует. Прямо чтобы красноречия у меня его нет. Говорить я вроде говорю, и вроде ты меня понимаешь, но красноречие и просто говорить, чтобы понимали, это разные вещи. Я все-таки работаю на публику, а не там, не знаю, не во дворе с кем-то общаюсь, поэтому мне нужно иметь грамотную речь. Я не знаю, зачем я тебе все рассказываю. Просто, наверное, чтобы ты был в курсе дел. Чтобы ты была в курсе дел. Ну, и что? А, две штучки остается. Ну, две штучки, так две штучки. Понаписали там про рафт, много чего. Я прочитал все комментарии, ребятки. Я обязательно учту все ваши пожелания. Смотри, какая красота. Ну, где такую красоту еще увидишь? Спрей. Спрей, средство для очистки туалетов. Наверное, вот сюда вот положим. А, зря я очищающий спрей сюда поставил. Он будет стоять вот тут. Ну-ка. Запрыгнул. Много комментариев от вас. Я читаю. Мне очень приятно, что вы мне все пишите. Что вы все на меня подписываетесь. Мне прям очень приятно. Ставите лайки прям, не глядя, как вы пишите. Это очень здорово. Я очень... Я реально очень польщен. Всем вот этим вот отношением таким ко мне. Я вас очень сильно всех люблю. Ну-ка. Что-то... Грымыхнуло. А что грымыхнул, хрен его знает. Ну, а что, дверь у меня закрыта? В комнату, по крайней мере. Правда, не на ключ. Но и ничего страшного. Угу. Опять что ли утро наступает? Четыре утра уже. Смотри-ка, мы этим занимаемся сколько? У-у-у-у. Двадцать минут выставляем товар. Просто выставляем. Даже не двадцать, уже полчаса. Мы же практически с самого начала начали этим заниматься. Правильно? Правильно. Эть, не хочет, смотри-ка Потому что тут вот я поставил далековато Да, вот так вот поставим Вот так поставим И что это значит? Эй Вася электрик какой-то, наверное, опять пришел И отключил, хотя Считовая у меня вон там, я все равно бегу В банк, чтобы кинуть деньги себе на счет Так как Нельзя тут оплачивать на будущее Нельзя, понимаешь? Вот нельзя оплатить на будущее Я бы кинул сейчас полторашку туда Чтобы Списывались оттуда и списывались деньги Как бы изначально, я помню, мне писали, что Мол, ты экономишь деньги Можешь не платить за свет, холодильниками ничего не будет Это, конечно, здорово, что ничего не будет с холодильниками Я очень рад Но вот еще больше я рад открывающейся двери в другую сторону Вот это вот вообще классно Ну, что теперь сделать? Вот Закрой Чего? Я ж не нажал Эй Подожди, она что-то сейчас Она забаговала сейчас у меня Я вообще не понял, как она сейчас сработала Но она у меня Закрылась, когда я от нее отбежал А когда я к ней подбежал Я на нее не нажимал Она просто сделала так Оп И все И что произошло, не знаю Ладненько, давай У нас еще два часа целых есть Чтобы Затарить магазин Ткань, кстати Наверное, мы будем ставить тоже вот сюда Потому что Ой, нет Смотри-ка, она здесь помещается Ткань-то это Ткань, значит, вот сюда Ткань, сказали, что это Туалетная бумага Но Это не туалетная бумага Это ткань Если бы это была туалетная бумага Так бы и написали Туалетная бумага А это ткань Ну-ка Сейчас ровненько расставим Чтобы Покупатели наши Были довольны Да, на месте разработчика Я, кстати, бы еще какую-нибудь, не знаю Систему рейтингов сделал Оценки магазина Примерно как в этом В The Tenants То есть Приходит покупатель Чтобы они реально приходили Вот как вот эти вот додики ходят Которые Просто по улице гоняют Друг в друга врезаются И машины сбивают Заходит он к тебе в магазин А если у тебя вообще там Не знаю На вывеске написано Короче, вывеска какая-нибудь гнилая Старая Разваливающаяся Он к тебе даже не зайдет То есть По типу вот этого вот Вывеска красивая Он к тебе заходит Но если у тебя в магазине плохо Значит он к тебе Ну, значит он у тебя ничего не покупает Еще и штрафуют тебя За какие-нибудь там Несоблюденные нормы Этого санитарии Вот это было бы прикольно А то все делают Как им нравится Я не знаю Какую-то ерундовину Придумывают Я посмотрел Посмотрел Че я смотрел Кого-то я посмотрел Кто Там Снимает Вот эту игру Снимал Может Я не знаю Когда-то я вот на той неделе По-моему смотрел Телевизоры Блин В магазин поставили Зачем он здесь вот нужен Вот Телевизор в магазине Телевизор должен быть дома Если даже здесь должен быть телевизор То он должен стоить Где-нибудь вон там Не знаю Наверху А не просто так Ну это не прикольно Короче Спрей Спрей мы поставим Вот сюда Вниз Поставим спрей Потому что это все-таки Хоть и не для рук Не для ног И не для тела Но Используется это все равно Вот так Повседневно Повсеместно Я так понимаю Это какой-то очищающий спрей Который вот там Полироль какая-нибудь Для Дерева Для ДСП Или там Для ДВП Для чего-то Короче Для Антресоль твоей Чтоб ты взял там Не знаю Тряпочкой потер И все блестело Уже 7 часов утра Магазин открылся И первый покупатель Должен 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 Еще бы я кстати На месте разработчика Добавил сюда Ладно Хрен с этой системой Рейтинга Да Магазинов Не то чтобы рейтингом Магазинов Оценки магазина Рейтинг Между кем здесь Рейтинг Соревноваться здесь Не с кем А вот Например Время хотя бы Какой-нибудь Не знаю С секундами С минут С минутами хотя бы Почему 7.00 Время не 7.00 Тогда писали бы 7.00 7.00 7.00 А так просто пишут Что 7.00 Не 7.00 Гораздо больше уже время Растительное масло Л Растительное масло Л мы положим Обязательно Только потом Ну не то чтобы потом Поставим пока Вот сюда Вот его Это растительное масло Л Написал мне один человек Что вот Зачем тебе полки Если ты ставишь на пол Захотелось Это мой магазин Откроешь свой Вот откроешь свой магазин И будешь Говорить Как Куда тебе Что ставить Хочу Не купил я полки Блин еще Для того Что я поставил на пол Чай поставил на пол Но Про чай Это не тому человеку Адресовано Это другому человеку Адресовано Это Про чай Это вообще Эти сильная история Чай я поставил на пол Я же сейчас-то его нормально разложил Чай на пол Поставил изначально Потому что Потому что Потому что так надо было Мы сейчас погнали За телевизором Ой Очищающий спрей Это я не поставил Молодец какой Очищающий спрей Мы поставим вот сюда А как я так получил Что я забыл Поставить очищающий спрей Не знаешь Я тоже не знаю А что мне мешает там А У них же носики Вот незадача Носиков понаделают Потом учись и с ними Сейчас пойдем Мебелины купим Обставим ею Наш Дом А Вон там Он мне будет сниться Надо ровно поставить Вот Вообще Отлично И вот так Едем Значит На мотоциклете Кстати Хочу заметить Что сейчас Ты будешь смотреть На Тест драйв Не то чтобы Тест драйв А на Гайд Нет Подожди Пойдем мы Сгоняем За едой Ой за едой За деньгами Соберем хоть немножечко И поедем В магазин Мебели Закупим телевизор Столы Там всякие Еще что-нибудь И короче Сейчас увидим Что мы там купим Ой Не Я не приловчился Я не приловчился Он просто Когда если Короче Смотри Если долго ехать прямо То он Перестает Управляться Вовсе Нужно Отпускать Кнопку Кнопку В Короче Вперед И Изредка Ее просто Нажимать В основном Управлять Короче Влево Вправо Не нужно Нажимать Постоянно На Кнопку Вперед Потому что Это Только сделает Хуже Асфальт Здесь хочу Заметить Не очень Ровный А еще Я уехал В Кювет Класс Не особо Я такой Учитель Хороший Не очень Я правильную Информацию Даю Просто Я Как бы Информацию Дал А сам Я не последовал И зажал Эту кнопку И Получилась Такая Вот Оказия Какой Нам нужно Какую Нам мебель Нужно Покупать Да хватит Мебель Купим Наверное Вот Давай Встань Что у вас здесь Крыша что ли Нет Что так громко Диван Диван большой А маленький диван Есть Маленькая кушетка Так А вот это что ТВ полка Телевидение ТВ полка ТВ полка Купим ТВ полку Купим Телевидение Купим Ящик Купим Большой диван И купим Че купим Больше ничего не купим Пойдем Стол купим Нормальный Человеческий Для Работы И стул нормальный Купим Для работы И купим Еще один Стол Вот такой Вообще Все деньги В ноль Нахрен Потратим Я б купил Еще большой Диван Я купил Нет Купил большой Диван Да Купил Смотри Лардж Коуч Как он пишется Коуч А вот маленький Диван я покупать Не буду Кушетку Эту Она мне Не нужна Она мне Не нужна И я Воздержусь От ее покупки Здесь мне тоже Ничего не нужно Здесь Все И так У нас есть Можно конечно Купить Полку для хлеба Заехать Купить хлеба И поставить ее На прилавок Вообще Давай Купим Поедем Купим хлеба И поставим На прилавок Опа Погнали Ничего себе Разворачиваться Кстати Очень удобно Но ездить Нет Ездить Не очень Удобно Но зато Бесплатно Хотя И на машине На грузовой Нам тоже Бесплатно Ездить Сейчас Не подумай Я Не пошел В занос Я просто Хотел Сначала Заехать Посмотреть Сколько Стоит Эта Компания Я потом Вспомнил Что она Стоит Полтинник И И поэтому Я Поздно Начал Заворачивать Джабер Я еду За хлебушком Давай Открывай мне ворота Я Сейчас Буду Заходить К тебе Ну-ка Па-па-па-па-па Можно Можно же С коробкой Сесть Да Можно Ничего такого Не случится А можно Поставить На мотоцикле Можно Толку От этого Не особо Много Я понял Так Взять И поехать Можно Можно Смотри-ка А слезть Если я с ним Да Смотри Вообще Все хорошо Садись На скутер То есть По одной коробке Можно возить Даже бесплатно Тем более С учетом того Что это чудо Техники Стоит 500 долларов Думаю Что На самом Раннем Этапе игры Все же Не стоит Его все равно Покупать Так как Пользы от него Особо нет А так как Да что ты будешь делать А так как Грузовик Тоже не требует Заправки Не требует Починки Думаю что Лучше Поднакопить На грузовик А потом уже Потом уже Покупать Этот мотоциклет Тупо для того Чтобы разнообразить Свою так сказать Жизнь Не более Чем для этого То есть На постоянной основе На нем кататься Это Ты видел это Да Я тоже вижу Я вижу все Я вижу все Что есть и нет И то что было И будет Когда нибудь Я же даже Вон Текстурки Какие то Плавают Здорово Конечно Ну ладно Спасибо большое Мотоциклет За то что Ты меня прокатил Тем более так С ветерком Уходи давай Ой Дяденька Еще один пришел Багет 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 Мы ставим Вот сюда Вот Полочку для багета Да Где он есть Брэдшелф Чуть я сразу Не подумал Что он так и называется Наверное Будет правильнее Ну дядь Ну ты Имей совесть Даже на детей Кричат Когда они так Себя ведут В магазинах А ты вот Так по уродски Себя ведешь Давай вот Блин Как то не это Неправильно Получается А как я должен Поставить Вот сюда что ли А вот сюда Она тоже Не прик... Ой Деньги случайно Собрал Она сюда тоже Не особо Правильно Помещается То есть она не прям уж Выглядит здорово Здесь Поэтому Как вариант Можно поставить Вот это вот дело Вот сюда Хлебушек мешался Хотя чем этот вариант Отличается от варианта Вон там Я не знаю Как бы тоже Не особо естественно Выглядит Но хотя бы Хотя бы Молодец Дима И Переделывай заново Так как не можешь Поставить ровно сразу Угу Угу Ровно Хрен тебе Не ровно Говорит игра Или ровно Да дядь Ну Не мешай пожалуйста Да вроде ровно 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 Все Просто тут как посмотреть Если с этой стороны То ровно А если с этой стороны То тоже ровно Ну прям Есть только чуточку Ладно Нет Все хорошо Все ровно Все ровно Я поставил Давай Разложим туда багеты Так как мы купили Эту полку для них Правильно Правильно Не просто же так Мы полку Эту покупали Красивенько Все будет Сейчас люди к нам Придут Начнут покупать Багеты Они же теперь В такой красивой полке Лежат Красота Побырику давай Раскладывай И будем мы Заниматься Дизайном Комнатух Я говорю про комнаты Сначала Рабочую комнату Здесь Хочу убрать Вот этот вот Чудо Стол И поставить сюда Нормальный стол Нет Это не то Вот Деск Нет Это задняя часть Стола Вот Да черт С этой Ровностью Кривовато Немножко Ну и ладно Возьмем Сохраним Игру Он криво же Поставил Да Ну не прям Чтобы Блин Чего нельзя Вот так вот Взять и подвинуть Этот стол Что за Ерунда А Сесть ты можешь на него Нахрена мне этот стул Я с него сесть нельзя Вот так есть только Класс Чисто гопник В офисе сидит Закрываем дверь И пойдем Пойдем Поедем На грузовике Потому что На мотоциклете Мы больше не будем А нет Стой Столы Под арбузы Поставим Только арбузов У нас по моему Уже нет А есть арбузики Вот они арбузики Так Так Что-то я совсем Растерянный какой-то Угу Угу Табл Табл Кстати он Табл Это табл Блин А вот сюда вот Помещается Помещается Смотри как здорово Влезает И почти даже Даже не почти А не кроет Эти текстуры Класс Вот сюда будут Арбузы Выкладываться Спасибо большое За совет Дружище Это очень Классно А второй Табл Кстати можно Поставить Вот сюда И ставить На него Масло Большое Но это Потом Как похорошел Магазин Прям приятно На него смотреть Тортиков Потом закупим Еще чтобы Чтобы Выглядело Гораздо Все красивее Чтоб Более Полно Выглядело Ну Денег приносит Достаточно много Нам наш магазин Поэтому потом Просто в следующей серии Затаримся На 3000 долларов Может быть Ой Может быть даже на 4 И Будет нам счастье Будет нам счастье Будет полный ассортимент В магазине И И классно 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 Просто будет классно Все Да Все таки Грузовик Немного более правильно Управляется И Он доставляет Меньше проблем Чем мотоцикл Он хотя бы Не переворачивает Ну не то чтобы Прям совсем Не переворачивается Был дело Конечно Пару раз Но 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 все же Все же Не настолько Он плохой Он хорош Хорош с собой Так Куда здесь Телевизор Можно присандалить Телевизор Можно куда-нибудь Вот сюда Это же гостиная Получается Нет Нет Наверное Будет гостиная У нас вон там Вот тут вот будет Не то что гостиная Это комнатка Будет с телевизором Или Или Да Комнатка с телевизором Будет Нет Нет Блин Что такое-то Вот здесь вот будет Телевизор Я не знаю как здесь поставить Это все дело Здесь должен быть диван По факту вот здесь вот А вот здесь тумбочка С телевизором Ну тогда будет неудобно А здесь кухня Здесь комната пустая Практически Вот здесь диван Не поставить Здесь можно поставить Две кушетки Вот тут вот Вот тут вот Но это прям вообще Как-то грубо А если гостей посадить То они будут В разных углах Сидеть Это некрасиво Телевизор Смотреть у окна Будет не очень удобно Солнцем будет Светить Слепить Так что пойдем Поставим Двери не закрываются Это очень грустно Поставим Вот сюда вот Блин Ну Как бы Ну как бы Ладно Ладно Возьму я свои слова Назад Про слепить Светить Как бы Здесь то оно Хотя бы Эргономично Будет выглядеть Да Или нет Ровно Ровно Вот Блин Под окно же Надо было ровно Ставить Ну это издевательность Нет Хотя бы В The Tennis Хотя бы Есть привязка И Поэтому меня радует Там ровно Расставлять А здесь Это издевательство Здесь больше На пытки Похоже Ну вообще Ровно Это вот Когда вот так А может быть И нет Вот так Вообще ровно Да Да Вот так Вот ровно А может и нет Вообще До фиолетового Телевизор Сейчас поставим Самое главное Чтобы он Мультики показывал Как мне сказали Мультики показывает Значит будет показывать Мультики Вот сюда Класс Класс И чё На Unreal Engine Смотри-ка Ну Так А вот Тумбочку Пойдём А Это Это из этой Из игры Из этой Блин Из Которой вот Factory Runner Да Я смотрел А Фалафель Блин Да Это ресторан Этот Я смотрел Этот ролик Он лежит Отдельно В стиме В папочке В файлах Медиа Так что Не сильно Меня удивили Этим роликом Там как раз Мультики В телевизоре И показывают Или фильм Какой-то там Показывают Но Ты можешь Посмотреть На него Если тебе Очень сильно Хочется А Что это За мужик Такой В форме В какой-то Странной А мы С тобой Давай Попрощаемся Спасибо За просмотр Ставь Лайк Обязательно Подпишись На канал Прокомментируй И поделись Видео С друзьями Увидимся С тобой В следующей серии В следующем Видео Пока Продолжение следует Субтитры Продолжение следует